Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «В ритме времени». Я ее ведущая Екатерина Фарисея Ермакова. Мы продолжаем цикл специальных репортажей, посвященных ежегодным встречам главы Сергиевского района Алексея Александровича Веселова с активами поселения муниципалитета. На минувшей неделе таких встреч состоялось две – в Калиновке и Черновке. С нее и начнем. 26 июля в сельском поселении Черновка беседа началась с перечисления уже выполненных наказов жителей, озвученных на такой же встрече в прошлом году. Отрадно, что этот отчет открыла строчка про сельское хозяйство. В частности, было отмечено, что госпомощь до производителя дошла в полной мере. А именно, кроме двух крупных сельхозпредприятий «Биатона» и «Волга-Агро» здесь развивается и фермерство. Если в прошлом году в Черновке было 9 крестьянско-фермерских хозяйств, то сейчас их уже 15. Несколько наказов на прошлой встрече давал и старосты села. По его просьбе и силами района выполнена отсыпка подъезда к месту захоронения. Почти 600 метров дороги по улице Школьная также прошли ремонт. Ведется газификация улиц. В центре села за минувший год была установлена универсальная спортивная площадка с возможностью организации зимой катка. За год был отремонтирован и обелиск Победы. Проведен косметический ремонт многоэтажек. Прошла замена окон электропроводки в фельдшерско-акушерском пункте поселка Нива. Была подготовлена и площадка для рынка. Отремонтировано и покрашено изгородь кладбище. За год в Черновке общими усилиями отремонтирован мост через реку. На улице установлено 10 дополнительных фонарей и вся эта система переведена на фотореле. Около детского сада были убраны старые и сухие деревья. На территории села ликвидирована свалка. И все от того, что приоритеты были расставлены верно. Поэтому отдельным пунктом отчета стала работа актива сельского поселения Черновка. Мне кажется, это вообще основа развития поселения. Вот именно люди, именно тот костяк, которые как бы вместе, разные у них профессии, да, и пенсионеры есть, и люди работающие. Но это люди не безразличные, кому не безразлична судьба поселения. И я уверен, если они объединяются и вместе как бы объединены единой целью, то все как бы получится, и это поселение будет жить. И это на самом деле очень серьезная движущая сила. На встрече в 2016 году жители озвучили свои новые вопросы, адресовав их главе Сергиевского района. Среди таких вопросов необходимость освещения поворота с федеральной трассы М5 на село и ремонт сельского дома культуры. Глава района взял в разработку просьбы по установке остановочного павильона в селе Орловка для детей и школьников, по учащению визитов сотрудников ГАИ в село, по восстановлению изгороди вокруг офиса врача общей практики. Еще один активный житель села Черновка Александр Рогов задал вопрос про возможность увековечить память о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны. Тем более, что Черновка в этом году простилась с последним из них. На это глава района подтвердил готовность участвовать в данном вопросе. Теперь актив села должен проработать проект стеллы памяти. Попросили жителей и рассмотреть возможность изменения автобусного маршрута Сергиевск-Самара, а именно необходимо, чтобы автобус заезжал в село. На данной встрече жители просили и о проведении работ по утеплению библиотеки, и о закупке оборудования для сельского дома культуры. Ну а директор местной школы взяла слово, чтобы скорее похвастаться, а не задать вопрос. Она призналась, что, собираясь на встречу, узнала о решении двух ее больных вопросов – жилья для нового учителя русского языка и обкоса сорной растительности. В этом поселении очень много сделано, мы считаем. Здесь появились отремонтированные школы, группы продленного пребывания, детский сад, площадки спортивной дороги. Как и во многих других поселениях, которые вопросы перед нами ставили, мы постарались решить. Но просто есть, скажем, дополнительные вопросы, которые сегодня не появляются, они вполне нормальные. Мы просто дорешаем, чтобы как-то довести до логического завершения. Хорошо видно, что разговор на встрече в основном касался социальных тем. Оттого интерес вызвал и диалог о создании социальных проектов, которые в Самарской области второй год финансирует компания «Лукоэлл». Представитель руководства компании, организующий тематический конкурс, также пообщался с черновцами. Данные конкурсы направлены на то, чтобы несколько улучшить социальную обстановку в регионах работы «Лукоэлл». Поэтому президентом компании, благотворительным фондом «Лукоэлл» будет принято такое решение – проводить такой конкурс. Дабы вовлечь в это всех жителей района, кому не безразлична судьба своего района. Этот конкурс все больше и больше набирает оборотов, все больше и больше населения принимает участие в этих конкурсах. В том году мы уже наградили более 400 победителей, наградили грандами этого конкурса. В этом году надеемся, что еще больше будет. Конкурс всем нравится, конкурс полезен для района, для тех работников, которые активно участвуют в жизни и хотят немножко помочь в чем-то социальной, какие-то решить проблемы в своем районе. Не менее продуктивно встреча прошла и в сельском поселении Калиновка. Она состоялась 28 июля. Ее, кроме руководства района, посетил и депутат 6-го созыва Государственной Думы Российской Федерации. Он вручил активистам села памятные медали «Куйбышев – запасная столица». Вот такая дружность, городочная обстановка, она говорит о том, что здесь в Калиновке живут с пониманием всех проблем дружно, помогают друг другу и очень часто звучит спасибо. Это очень приятно и главе, и всем, кому были предназначены эти слова. Общий дом для полутора тысяч человек – так назвал поселение его глава. Он рассказал присутствующим о результатах работы, проведенной по наказам жителей, озвученных на прошлой, подобной встрече год назад. Говорилось об отсыпке дорог в поселении, о росте городообразующего предприятия «Оэллагра», о замене изгороди кладбища. По просьбам жителей села районные службы проложили тротуар от школы до детского сада, построили детскую игровую площадку. Со всего села дети собираются, у нас очень много детей. Огромное спасибо всем. Нормально, да? Очень хорошо, очень, прям замечательно. И мама с детьми приходит, даже на машинах приезжает туда с детьми. Был возведен в Калиновке и памятник летчикам Липецкого полка. Муниципалитет решил и вопрос теплого гаража для содержания пожарной машины. За этот год была оказана помощь и ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Калиновке. Диалог на данной встрече стал логичным продолжением прошлогодней беседы. Были озвучены и новые наказы. Первый вопрос было поднятие уровня воды в реке Сургут для сохранения системы водовода Калиновки. Есть проект уже все, то, что по реконструкции водовода нашего, по селу Калиновка, начиная от водозабора, который 5 километров от Калиновки, в реке, в пойме реки Сургут, нашей речки. Вот. И, ну, дело в том, что мы заменим все вот это вот, заменим. Но дебет уже упал, очень много, здорово упал. Почему? Потому что Сургут у нас превратился в овраг шестиметровой глубины. Эта тема находится сегодня на жестком контроле администрации района. Пути решения уже просчитаны. Теперь дело за финансированием. Через участие в федеральных и областных программах. Пожаловались жители и на отсутствие водоснабжения в ДК, ввиду аварийной ситуации. Этот вопрос будет решен и вовсе, на днях. В Доме культуры за год уже проводились ремонтные работы по зданию. Плюс к тому, глава района и предприятия, работающие в Калиновке, взяли на себя задачу замены еще двух оконных конструкций. В селе Индурайкино жители также попросили об установке игровой детской площадки. И этот пункт внесен в список на исполнение, как один из наиболее важных. Своё участие администрация Сергеевского района пообещала и превозведение в Калиновке православного храма. О нем речь ведется уже не первый год и существует инициативная группа. Алексей Александрович не раз лично инспектировал работу детского сада Калиновки. Там два года назад был проведен капитальный ремонт и здание радует сегодня всех сельчан. На встрече в 2016 году заведующая садом рассказала о старой кухонной технике, на что глава района включил в план закупку печи. Местный художественный коллектив озвучил проблему неустроенности кабинета для занятий людей с инвалидностью в Доме культуры. В итоге было решено, что тему в ближайшее время рассмотрит специальная комиссия. Напомним, по результатам таких же встреч, прошедших в прошлом году, было зафиксировано почти полтысячи обращений жителей Сергеевского района. Из этой суммы 80% уже выполнены. Ну а к списку теперь прибавились еще и обращения жителей Черновки и Калиновки. Екатерина Фарисея Ермакова, Руслан Зубрев. Специальный репортаж программы «В ритме времени». Субтитры создавал DimaTorzok